В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Под главные темы выпуска. День Победы. Праздничные акции и мероприятия прошли по всему муниципалитету. Чем дальше в историю уходит День Победы, тем ярче встает подвиг нашего народа. Более 70 пловцов бороли за звание победителей на Кубке Евгения Рылова. Это все равно готовит людей к другим уровням. Повышать свой уровень практики, повышать уровень профессионализма, повышать уровень результата. Благотворительный аукцион в парк отеля Орловский собрал любителей живописи из Москвы и области. Аукцион прошел, на мой взгляд, достаточно успешно. Некоторые работы даже было очень жалко, что они из нашей коллекции уходят другим. Основные праздничные мероприятия Ленинского городского округа, посвященные Дню Победы, прошли в городе Витне. Торжества начались ранним утром 9 мая и продолжались весь день. Митинг у вечного огня, бессмертный полк, вечерний концерт и многое другое, что запечатлели наши операторы, смотрите в специальном репортаже нашего корреспондента Юлии Погосьян. Утро 9 мая по традиции началось богослужение в Георгиевском храме, где настоятель Михаил Егоров вместе со всеми верующими помолился о войнах, погибших в годы Великой Отечественной войны. Слава тебе Богу, благодателю нашему, вовеки и Богу. После первые лица администрации Ленинского городского округа проследовали к вечному огню на аллее славы Видного, чтобы возложить цветы к мемориалу и отдать дань памяти землякам, не вернувшимся с войны. Солдатам, положившим свои жизни ради будущего России, светлого и мирного неба над головами потомков. Недооценить, не переоценить события невозможно. Это память, это наша вечная память, одновременно и слава, и скорбь, и, как сегодня было сказано, никто не вправе переиначить события той войны. И, в общем-то, то, что происходит буквально последние 2-3 месяца, лишнее тому подтверждение, что наше дело право, и то, что мы победим, мы о этом сегодня говорили и ветераны, и действующие военнослужащие, частей, которые находятся на боевом дежурстве. Всех с праздником, с Днем Победы! Главные герои этого дня – ветераны. Им все внимание и забота. Отрадно, что в Ленинском городском округе, воевавшем в годы Великой Отечественной войны, особое отношение не только в праздник. Администрация муниципалитета заботится о героях круглый год. Радостно, что дожил я до этого дня. Чем дальше в историю уходит День Победы, тем ярче встает подвиг нашего народа, потому что в этой войне участвовали все, от мала до велика. Мне было 15 лет, когда началась война. Я работал, пока не ушел в армию. Ушел я добровольцем, воевал неплохо, имею боевые награды, был артиллеристом, наводчиком и дошел до Берлина. С каждым годом ветеранов Великой Отечественной войны становится все меньше. Поэтому в 2014 в России зародилось движение «Бессмертный полк», чтобы у потомков героев была возможность выйти с портретами своих воевавших родственников, пройти по главным улицам городов и тем самым вспомнить обо всех тех, кого уже с нами нет. В Ленинском округе в этом году в акции приняло участие более 10 тысяч человек. Во главе колонны глава Ленинского городского округа Алексей Спасский, депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа, просто посмотрите на этот поток моря, море людей сегодня здесь, в Видном, и нет конца и края этой колонни. Насыщенное праздничное утро после мероприятий возле Вечного огня и после нашего локального парада гостей пригласили в кинотеатр «Искра», где идет прямая трансляция парада Победы на Красной площади. 77 лет назад бойцы 150-й и 20-й стрелковой дивизии в ходе штурма Берлина подрузили на Рейхстаге алое знамя Победы над поверженным фашизмом. Непростая сегодня ситуация, и там есть тоже свои герои, это наши сегодняшние герои нашего времени, которые сейчас участвуют в специальной операции. Мы пожелаем всем нам мирного неба, ребятам, чтобы там было полегче, и все возвращались живыми, здоровыми. В рамках праздничных мероприятий представители администрации и ветераны переехали на Жуковский проезд, чтобы принять участие в торжественном открытии мемориального камня, посвященного памяти жителей деревни Жукова, не вернувшихся с войны. Это наша история, и мы должны ее помнить, должны помнить наши дети, наши внуки. И мне особенно, я горда тем, что это происходит вот в пятом микрорайоне, где я непосредственно проживаю. И панораму сделали шикарную, вот все отзывы в соцсетях, в чатах домовых пятого микрорайона, только положительные. Надо помнить, кто не помнит свою историю, того нет будущего. У истоков создания мемориала стоит член Президиума Совета Ветеранов, округа Владимир Безбожный. Именно благодаря ему теперь этот сквер войдет в число мест памяти солдат Великой Отечественной войны. В годы Великой Отечественной войны на этом месте находилась деревня Жукова. Теперь это город Видное, Жуковский проезд и проспект Ленинского комсомола. А то сейчас идешь, и кто спрашивает, а где Жуковская улица? Жуковская улица, в Дворине даже не знает. Вот теперь, я думаю, что люди будут подходить сюда, смотреть на эту доску и будут все знать историю нашей деревни. Праздник у кинотеатра «Искра» длился весь день. Дневной концерт перешел в вечерние, выступали кавер-группы, местные творческие коллективы, а хедлайнерами стали легендарные земляне. «Поверь мечту, как в красоту, поверь когда-нибудь, поверь мечту, поверь мечту, поверь мечту и будь». Вечерний концерт посетило более трех тысяч жителей Ленинского округа. Праздник со слезами на глазах завершился салютом. Юлия Погосян, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видно ТВ. В День Победы у кинотеатра «Искра» работали тематические площадки. Жителей и гостей муниципалитета приглашали в историческое путешествие. На экскурсии в прошлом побывал и наш корреспондент Галина Житкова. Буквально на несколько часов территория возле кинотеатра «Искра» стала большим пространством исторической реконструкции. Погрузиться в те далекие события стало возможным благодаря тематическим площадкам, на которых были представлены автомобили прошлого века и предметы быта времен Великой Отечественной войны. Мы сделали переносную выставку «По мне гордиться, будь достоин». Зеленые краски – это ящики наши, советские, они собираются. И показом, с чем пришли фашисты. Вот, тоже «Сюрграунд краска», подобрали часть вооружения, личного снаряжения и рассказываем, с чем они пришли, с чем мы их встретили. Оборонно-спортивный клуб представил уникальные экспонаты, что найдены во время раскопок на местах сражений. Это личные вещи красноармейцев, предметы быта и вооружения. Особый интерес к необычным вещам, как, например, сапожная лапка, применение которой для современных мальчишек и девчонок – тайна за семью печатями. Вы знаете, почему фляги были стеклянные? Потому что не хватало железа у русских, поэтому делали стеклянные фляги. Пристальное внимание всех участников праздника было приковано к экспозиции ретроавтомобилей. Стать на несколько минут фронтовым шофером смог каждый мальчишка. Для них это увлекательное приключение. А старшее поколение с болью вспоминало те страшные времена. Мне скоро будет 85. Когда мне было 4,5 года, наступила война. Я родился под Одессой. И почти три года с лишним было этого оккупации. Здоровья всем! С праздником, с больнейшим, великим! Все-таки 70 лет живем под чистым небом. Занятие по интересам в этот майский праздничный день смог найти любой гость праздника. Рукодельницам предложили создать своими руками открытки с Днем Победы. А любителей истории пригласили в путешествие по городам воинской славы. Это звездочки с различными памятниками. Их надо угадывать и прикладывать к нужным городам. Анатолий Доманов пришел на праздник вместе с двумя внучками Лизой и Машей для того, чтобы принять участие в акции «Бессмертный полк». А это мой дед Тучин Иван Васильевич. Он пошел на войну в 41-м году и в этот же год он погиб. Мы очень мало о нем знаем, но вот сколько смогли, собрали информации. Сегодня День Победы, 9 мая. Кого поздравляют с 9 мая обычно, знаешь? Да. Ну, наших прадедушек, кто был на войне. Для многих мальчишек и девчонок этот праздничный майский день стал настоящим праздником. В их семьях трепетно хранится память о тех, кто стал героем той далекой войны. А значит и правда, никто не забыт и ничто не забыто. Галина Житкова, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ. Праздничные мероприятия прошли во всех уголках Ленинского округа. Наши мобильные репортеры прислали свои видеоматериалы. Представляем вашему вниманию краткий обзор событий этого дня. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» В честь Дня Победы слова благодарности звучат не только в адрес ветеранов. Представители Торгово-промышленной палаты муниципалитета поздравили с праздником бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей. На мероприятии побывала наша съемочная группа. Абсолютно всех бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей объединяет одно – память о тех ужасных событиях, свидетелями которых они были. И сейчас, спустя 77 мирных лет, они со слезами на глазах вспоминают муки, через которые им пришлось пройти. «Мы переходили из рук в руки. Каждый день сегодня немцы, завтра русские. Сколько же там полегло солдат. Я закрываю глаза, и у меня проплывает вся эта обстановка. И когда я вспоминаю, у меня душат слезы». У каждого из них своя история о том, как оказались в местах принудительного содержания. Мама Валентины Сергеенко была арестована за связь с партизанами. «Арестовали ее, и она лезла в машину. Я за нее уцепилась руками. И меня стал немец оттаскивать. Вот, я его укусила за палец. Он как махнул меня и туда. А там уже было народу полно в машине. Так я оказалась в концлагере». В Ленинском городском округе проживает 40 бывших несовершеннолетних узников. В ветеранской организации муниципалитетов через Дня Победы прошло торжественное мероприятие, на котором представители торгово-промышленной палаты поздравили людей, чье детство прошло в фашистском плену. «Очень радостно от всей души видеть вас, поздравлять вас, разговаривать с вами, общаться с вами». Стоит отметить, что представители торгово-промышленной палаты оказывают поддержку ветеранам на постоянной основе. «В течение майских, в течение 9 мая, естественно, мы оказываем всесильную поддержку, внимание. Внимание, сами понимаете, нужно. А так в течение года, как торгово-промышленная палата, как депутатский корпус, у нас сегодня Владислав Валерьевич Римш представляет, мы им всегда помогаем». Подарочные наборы, цветы и много тёплых слов прозвучало в адрес виновников торжества. «Огромная радость видеть этих людей, поздравлять, говорить им слова благодарности. Этот праздник прям вот, он вдохновляет. Тем более сейчас в наше непростое время, когда видишь этих людей, видишь их улыбки, видишь их отношение к жизни и начинаешь верить, что всё лучшее будет впереди». Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, ВИДНЭТВ. Несмотря на то, что Кубок Евгения Рылова основан только в 2020 году, соревнования уже стали заметным событием не только в Ленинском округе, но и в спортивном календаре Московской области. Более 70 человек на заключительном этапе Кубка боролись за звание победителей. За ними наблюдал Максим Козлов. «Лучшие из лучших собрались сегодня в бассейне «Дельфин» в Развилке. Чтобы попасть сюда, спортсменам от 10 до 16 лет необходимо было пройти отбор на двух этапах. Первый – на дистанциях вольным стилем и кролем на спине, второй – брасом и бутерфляем. На третьем этапе соревнований необходимо продемонстрировать мастерство одновременно в разных стилях». «Я считаю, что ребята, которые выиграют Кубок, Кубок сегодня выиграют, это будущие чемпионы России, это точно. И вы убедитесь. Приблизительно даже понимаем, кто это будет. Все остальные ребята – потенциальный победитель Московской области». Если в первом этапе приняло участие 140 человек, то до третьего дошло вдвое меньше. Сам Евгений Рылов, двукратный чемпион мира и Олимпийских игр, отмечает, что главная победа этих ребят – победа над собой. «Соснования как раз-таки помогают детям развиваться в плане стрессовой ситуации, потому что основания – все равно небольшой стресс психологический, и это все равно готовит людей к другим уровням. Повышать свой уровень практики, повышать уровень профессионализма, повышать уровень результата». Подобно Кубку Акинфеева в футболе или Кубку Овечкина в хоккее, главная цель этих соревнований – повысить уровень спортсменов, дать им дополнительный стимул к развитию. Об этом рассказал министр спорта Подмосковья Дмитрий Аваренов. «Мы сейчас как раз разговаривали о том, чтобы включить его в план мероприятий правительства Московской области, министерства спорта. И мы, безусловно, будем поддерживать такие соревнования. Губернатор такую задачу ставил, потому что, когда ребята в бассейне видят, на кого равняться, или видят на футбольном поле, или на ледовой коробке, они тянутся за этими именами, за этими победами». Более двух часов продолжались соревнования, и не все смогли выдержать марафон из заплывов, объединяющих разные стили. «Комплексное плавание, оно включает в себя все стили и все повороты. Поэтому, конечно, кто-то из ребят напутал, первый раз они пришли такой дистанции комплексного плавания. Я думаю, для первого раза это еще не очень много дистанции». Пловцов, набравших наибольшее количество очков по итогам трех этапов среди всех возрастных групп, наградили кубком и специальным призом от двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова. «Я плаванием занимаюсь с пяти лет. Тренер Геннадий Викторович Шишин. Соперники были достаточно сложные, трудные. Путь был долгий и тяжелый. Но и победа, само собой, очень приятная». Свои награды из рук прославленных спортсменов, среди которых, помимо Евгения Рылова, были серебряный призер Олимпийских игр Иван Гирев и четырехкратный чемпион мира на короткой воде Алексей Брянский, получили все победители заплывов третьего этапа. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Для всех любителей скорости и рева мотора в праздничные дни был организован турнир по мотокроссу в деревне Горки. За зрелищными соревнованиями наблюдал Дмитрий Книга. На трассе «Казачий дозор» в деревне Горки состоялись традиционные соревнования по мотокроссу, посвященные Дню Победы. Чтобы выявить сильнейших, на дистанцию вышли 157 участников из Подмосковья и соседних областей. Заезды проходили по классам. До 50 сантиметров кубических – это самые маленькие дети от 5 до 8 лет. И следующие классы по возрастающей 65, 125, 250 и 500 кубических сантиметров. Технические виды спорта в Ленинском округе имеют давнюю богатую историю. Сейчас они продолжают активно развиваться. Сегодня очень много участников. Хорошая организация. Спасибо большое нашей администрации, которая в том числе с этого года уже активно, что называется, участвует в развитии технических видов спорта, этой гонки в том числе на выживание. Наш муниципалитет представляли семь гонщиков. Все они – члены команды «Юности» с горок Ленинских. Трасса для них знакомая. Именно здесь проходят тренировки. Несмотря на юный возраст, Тимофей Рукавишников уже является чемпионом России по питбайку в своей категории. Все ребята влюблены в этот вид спорта и посвящают ему свое свободное время. Всегда настраиваюсь на победу. Всегда, дай бог, получится. Добился. Я трехкратный чемпион России по питбайку. В классе любители. Бок о бок с молодыми спортсменами тренируются легенды спорта. В заездах ветеранов принял участие заслуженный мастер спорта по мотоболу Геннадий Митц. Спасибо организаторам, кто помогает, спонсорам. Большое дело делают, потому что дети… Это круто, когда дети занимаются чем-то, интересуются. Может быть, кто-то из них, я надеюсь, вырастет, выстанет чемпионом. Соревнования вызвали большой интерес у зрителей, чему поспособствовала хорошая погода. Организация вообще все прекрасно. Трасса все четкая, дополили даже, видите. Все очень нравится, все классно. Только начала заниматься как раз кроссом и очень хочу сюда приехать тоже погонять. Хочу посмотреть, как ребята катаются. Заезды продолжались весь день. Все победители получили кубки, а участники – памятные значки. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, «Видное ТВ». Победа, трепет весны. Благотворительный аукцион в парк отеля Орловский собрал немало любителей живописи. Здесь можно было не только полюбоваться лучшими картинами мастеров русского изобразительного искусства, но и приобрести полотна. Деньги от продажи направили на помощь онкобольным детям. 47 картин, 47 избранных произведений мастеров русского изобразительного искусства из Международного фонда «Культурное достояние» были выставлены на благотворительном аукционе «Победа, трепет весны». В парк отеля Орловский приехали любители живописи из Москвы и области, чтобы не только в живую улицу зреть произведения искусства, но и приобрести их. Черноморские подгонники, 12 номер, я вас поздравляю, потому что работа 117 на 2. За каждым таким раз, два, три продана судьба онкобольных детей из центра имени Блохина, которым и будут направлены деньги, вырученные от реализации благотворительных лотов. Благие цели и незабываемые эмоции. Участница аукциона Беатрис Малахова признается, что как только увидела черноморских подводников, художника Ивана Захарова сразу решила – картина будет ее. Я жена офицера, и почему купила именно эту картину Захарова? Потому что это моя юность, это моя молодость, это мое все. Лучшие полотна из гражданского и военного жанра в весенней и пасхальной тематике, современные и написанные десятки лет назад. В числе авторов – заслуженные художники РСФСР, Украины, Европы. Художник-реалист батального жанра Лилия Устюгова приехала, чтобы лично представить три своей работы и рассказать историю их создания. Одна из работ, да и те два портрета тоже, они были в период обучения написаны еще, потом доводились где-то что-то. Это была очень мощная русская школа живописи. Были натурщики подобраны специально, то есть каждый натурщик, который вы видите, это не просто так, это образ. Он создавался. Парк «Отель Орловский» и Международный фонд «Культурное достояние» проводят благотворительный аукцион живописи уже в третий раз. Аукцион прошел, на мой взгляд, достаточно успешно. Некоторые работы даже было очень жалко, что они из нашей коллекции уходят другим владельцам. Но раз картина уходит в хорошие руки, это очень здорово. Это главное, чтобы работа попала не перепродачнику, а тому, кого она будет радовать и он будет ценить. Некоторые из картин останутся здесь же, в парк «Отель Орловский» и пополнит солидную коллекцию, насчитывающую более 500 картин. Работы хорошие, и я сам приобрел несколько работ, и вот сам посмотрю, гости наши приобрели работы, и я бы с удовольствием взял бы и больше работ себе, и думаю, что вот эту выставку мы сохраним еще на две недели, чтобы гости, отдыхающие в отеле, посмотрели. В Орловском регулярно радуют гостей многочисленными мероприятиями, и уже совсем скоро, 14 мая, тут пройдет ежегодный Орлов-фест. Хедлайнером станет группа «Добро». Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч!